Скажите, а вот вас называют другом Рамзана Хватовича, как другого, и чуть ли не финансовым его советником, советником по инвестициям, это действительно так? Другом правильно, у меня записано. Горовая республика Чечни, Дефис, друг. И фотографии его, это первое. Мы на самом деле его уважаем, любим, ценим. Он нам создал на сегодняшний день стопроцентную безопасность. Я там могу ездить с друзьями, с гостями. Мы летим большими компаниями. Все, кто туда ездит, известные люди и неизвестные, все возвращаются в целостность и сохранность. Нам, 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 Чеченцам. Что касается части консультанта финансового, или как вы назвали там, да, я вам честно скажу, у него все правительство, я их знаю тоже, на самом деле, они нацелены на развитие республики. Вот. А что касается его денег, если говорить откровенно, я знаю, что он делает своими деньгами. И вы все знаете. Он вкладывает их все в Чечню. А вы не обижаетесь, когда вас сравнивают с Горобовичем? Слово говоря, Горобовича называют там кошельком Путина, а вас называют кошельком Рамзиана Кадырова. Нет, почему? Нет. Нормально, все, кошелек Кадырова. Активы Кадырова, я вам гарантирую, что я ни одного актива Кадырова не знаю. Вот это точно. Кроме Чечни. Чечня его актив. Проблемный актив. Это я вижу. И я не понимаю, как он с этим активом справляется. Каждый раз, когда я с ним чай пью или там еду в машине, мы всегда говорим только вот таких житейских вопросов. Я просто, мне реально его жалко. Прав, он не прав, хороший, сложный, тяжелый, это другой вопрос. Но он 24 часа в Кадырове, и он поднял Чечню. И там нет того, что было там 5 лет назад, когда я туда не мог полететь. Мы хотели, чтобы он навел порядок? Мы просили его, и чеченцы просили, и Кремль просил, и русские просили. Все, там русских солдат не убивают, чеченских солдат не убивают сегодня. Там есть дисциплина. Я бы хотел, чтобы такие Кадыровы были, честно говоря, и в Ингушетии, и в Дагестане, чтобы быстрее все закончилось. Все бы эта проблема войны закончилась. Потому что я такой же гражданин, как и все остальные. Вы просто не понимаете, как тяжело, когда ты не можешь, боишься ехать на машине к себе на родину или еще куда-то. Это очень сложно. Поэтому актив его Чечня, я так понимаю. Я честно скажу, ни одного актива в России я его не знаю. Вот если по части актива. То, что меня называют, ну, мне прикольно, пусть называют.